Дело было в Пенькове, стала визитной карточкой актрисы Майи Менглетт на экране. Ни одна из последующих работ не принесла ей такой популярности, как роль Тони. Но не потому, что она плохо играла. Просто на пути красивой женщины попался мстительный мужчина, которому она отказала. Однако загубленная карьера не стала самым тяжелым испытанием в ее жизни. Ведь у нее были времена и похуже. Майя Менглетт родилась 8 августа 1935 года в Москве. Свою интересную фамилию она получила от деда, потомка французских придворных. Даже после замужества Майя не стала менять фамилию в угоды дедушки, которого любила и который переживал о том, что его знатный род вскоре прервется. Отец девочки был руководителем театра, а мама – актрисой. Поэтому Майя с ранних лет знала, что такое сцена и атмосфера за кулисья. После окончания школы она подала документы в театральное училище имени Щукина. Вместе с ней поступал ее друг Игорь Кваша. Однако в последний момент Менглетт передумала и предпочла школу-студию МХАТа. О муках выбора ее семья ничего не знала. Родители думали, что Майя сдает экзамены в Институт иностранных языков. Правда, открылась лишь, когда на руках у дочери был студенческий билет. Считается, что дебютной работой Майи на экране стал фильм «Дело было в Пенькове», но это ошибка. Первый раз она снялась еще будучи школьницей в небольшом эпизоде киноленты Лермонтов. Тем не менее, «Дело было в Пенькове» по праву считается стартовым фильмом в карьере Менглетт. Когда началась работа над ним, Майя была еще студенткой. На пробу она пришла в простеньком платье, без макияжа и страшно неуверенной в себе. Она зашла в помещение и увидела, как Вячеслав Тихонов пробуется на главную роль. В углу стоял чемодан с металлическими уголками. Майя скромно присела на него и стала наблюдать за актером. В тот момент Вячеслав Ростоцкий, который был режиссером проекта, ее заметил. Он сразу понял, что перед ним идеальная Тоня. Провел символические пробы и утвердил именно ее. Фильм имел грандиозный успех. Майя в один миг превратилась из никому неизвестной студентки в народную любимицу. Казалось бы, двери в большое кино для нее открыты. Однако, дело так и осталось с самой яркой работой в фильмографии Менглетт. И этому была своя причина. Упомянутый проект был популярен не только в Союзе, но и за границей. Группа киношников и Майя вместе с ними поехали на гастроли, где нашу актрису окрестили русской Софи Лорен. В самом деле, на фото вы можете убедиться, насколько они похожи. Майю очень часто называли именем Софи и даже просили автограф. Когда же ситуация прояснялась, то поклонникам знаменитой итальянки оставалось только девица и просить расписаться на открытке. Как раз по причине этой схожести на Менглетт положил глаз один из высокопоставленных чиновников, который был поклонником Софи. И он решил, во что бы то ни стало, добиться близости с русской копией своего кумира. Ну а когда неприличное предложение было категорично отвергнуто, чиновник отомстил. Характеристика Майи была переписана, и теперь ее внешность называлась нетипичной для советской женщины, а она сама непригодная для советского кино. И все же этот низкий поступок не поставил крест на ее карьере. В ее фильмографии значится «Матрос кометы», «Алло, Варшава», «Домой», «Шансы» и «Женский день». Но в крупные проекты на главной роли ее уже не приглашали. Сама актриса по этому поводу не особо расстраивалась. Ее сердце принадлежало театру, а кино всегда оставалось на втором плане. Целых 43 года она отдала театру имени Станиславского. Он был ее вторым домом, а коллеги и спектакли режиссеры – все это ей просто нравилось. Но когда великого Станиславского не стало, артистке и ее мужу пришлось покинуть сцену из-за хамского отношения нового руководства. Как-то раз Леонид Сатановский, супруг нашей героини, отсутствовал на репетициях два дня по причине болезни. Его не стали ждать и отдали роль другому актеру. Майя пошла к директору объяснять, что Леонид не прогуливает, а лежит дома с температурой. Она долго стучала в дверь руководителя, но никто так и не открыл. Когда же дверь открылась, то на пороге стоял абсолютно пьяный директор. Он был зол, что его разбудили, и, услышав первые слова, Майя крикнул – «Если вам что-то не нравится, увольняйтесь». В тот же день Майя написала заявление, а днем позже это сделал и Сатановский. Это и было только началом черной полосы в жизни нашей героини. Расставание с любимым театром не прошло даром. От нервного расстройства слег с осложнением ее супруг. И сама Майя в тот момент очень нуждалась в поддержке. К счастью, на помощь родителям пришли сыновья, которые к тому моменту уже переехали в Австралию. Они забрали родителей к себе. Майя и Леонид оставили контакты своим друзьям на случай, если какой-нибудь другой театр захочет их взять к себе. Они не сомневались, что вскоре их вызовут на родину. А потому посчитали поездку, долгожданным отпуском и возможностью побыть с любимыми детьми. Но про них все забыли. День за днем, неделя за неделей телефон молчал. Ни один театр не вспомнил про Менглета и Сатановского. Это их очень огорчало. Майя постоянно плакала. Леонид тоже переживал, но сдерживал эмоции. Столько лет беспрекословной верности своему делу и такой исход. Их выкинули как мусор. Спасение от депрессии пришло неожиданно. Им поступило предложение играть в русском театре в Канаде. И, конечно же, они его приняли. Однако радость была недолгой. Перелеты, смена климата и нервные расстройства сказались на здоровье Леонида. К тому же он давно болел с сахарным диабетом. За год до кончины дело стало совсем худо. Почки работали плохо, ноги постоянно отекали. А небольшие раны не заживали месяцами. Леонид понимал, что ему осталось недолго. И каждый день просил. Майя, милая, зацепись хоть за волосок. Прошу, вытащи меня. Умоляю, вытащи. Я так хочу жить. Но что она могла сделать? Ничего. Оставалось только беспомощно смотреть, как уходит опора ее жизни. Которая была рядом с ней 60 лет. Майя Георгиевна так и не оправилась от потери мужа. Сейчас она живет ради внуков и правнуков. Несмотря на эмиграцию, она остается гражданкой России и изредка сюда приезжает. Однако, видеть город, который отверг ее и мужа, не доставляет ей радости. Поэтому визиты обычно короткие и безрадостные. И если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы актрису Майю Менглетт в кино. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!